Дерево темпера 86 на 107 Божественное начало окрашено человеческими чувствами и переживаниями, и оттого во всем сквозят нежность и тоска, что можно видеть на примере данной хрестомантийной белиневской картины. На ней тело, снятого с креста, спасителя поддерживает, оплакивает его Богоматерь и любимый ученик креста, святой Иоанн Евангелист. Пронизанную, содержанную скорбью сцену отделяет от переднего плана невысокий мраморный парапет. Это прием, создающий особое пространство в произведении. Художник заимствовал из нидерландской живописи. У северных мастеров Беллини перенял и холодный прозрачный воздух, придающих очертаниям ясность, а краскам слегка стальной блеск. И скрупулезную и живописную манеру. И стремление вызвать у созерцающего произведение глубокое сопереживание. Недаром автор изобразил держащую на пиропете пробитую гвоздем руку Иисуса. Создается впечатление, что Богоматерь что-то шепчет сыну, а из открытого рта апостола исходят слова жалобы. Художник тщательно выписывает раны Христа и вдувшиеся вены на его руках. Скорбные складки на лице Марии, покраснившие от слез глаза Иоанна. С интенцией, выведенной на мраморном парапете, мастер выразил настроение работы. Эти припухшие глаза изливают страдания. Картина Беллини исходит слезами. Природа сочувствует спасителю и плачущим по нему. Небо заволакивает тучи, и холод пасмурного дня вторит безлюдному пейзажу. Но, несмотря на столь видимый раны Иисуса, на следы крестных мук на его лице, облик спасителя прекрасен и вызывает в память восклицание святого Иоанна Златоуста. Где смерть? Где смерть твоя жала? Где ад твоя победа? И вдруг совсем по-иному воспринимается изображенная. Рука Христа на парапете, хоть и покрыта смертной бледностью, выглядит согревающий холодный камень, заливающий фигурой ровный свет, становится божественным и теплым, а светлая полоска неба – зарей воскресенья. Беллини обладал уникальной способностью объединять в одной работе не схожие настроения, когда одно просвечивает через другое и каждый раз заставляет по-новому взглянуть на произведение. Ну вот такое описание нашел в интернете к работе Джованни Беллини Пьета. Пока-пока, до свидания. Текст по книге Великий музей мира. Пока.